Актовый зал на 600 мест со сценой и отдельным помещением под костюмерные. Школу подобного типа до этого можно было увидеть только в Южном городе. И вот спустя некоторое время, похоже, появилась в микрорайоне Новая Самара. Классы с интерактивными досками и мастерские с самым современным оборудованием. В просторных коридорах есть даже роботы-помощники. В будущем они будут следить за детьми во время уроков и перемен. Пропускная система на входе позволяет не только идентифицировать личность ученика, но и измерить температуру тела. Установлен терминал, ребенок подходит, измеряет температуру и терминал отказывается. Школа стала первым в микрорайоне учебным заведением. Детей она сможет принять уже в сентябре. Остались последние подготовительные штрихи. В порядок необходимо привезти газоны, прилегающие к зданию территорию, и сделать генеральную уборку. Не оставили без внимания проверяющие строительство детского сада в границах улиц Ташкентской, Московского шоссея, Георгия Димитрова, вблизи 79-й Самарской школы. Его возводят по запросу жителей микрорайона. По проекту здесь предусмотрены ясли для малышей, а также музыкальные классы «Современный спортзал». Еще одно дошкольное учреждение, ожидающее сдачи в эксплуатацию к сентябрю 2021 года, детский сад на Подшипниковой, 27. Он будет рассчитан на 112 мест, 21 из которых выделят под ясельные группы. Также в учреждении создадут группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством аутического спектра. Под особым контролем главы города находятся и объекты дорожной сети, которые в этом году начали планово благоустраивать. Работы ведут на самых сложных участках проспекта Кирова и заводского шоссе. И хотя специалистам пришлось провести небольшую работу над ошибками, ремонт дороги идет без нарушений и согласно графику. Мы приглашали лабораторию, проводили все испытания под нагрузкой. Никаких претензий от собственников нет. То есть все, что мы переделали, мы сделали очень качественно. Не менее качественным и красивым обещают сделать и сквер памяти борцам революции. Территория находится возле здания фабрики кухни, в котором в будущем расположится филиал Третьяковской галереи. Строительство сквера началось 4 мая. Деревья снесены именно те, которые старые, то есть уже непригодные. Все деревья, которые хорошие, они сохранены. Мало того, здесь будет высадка большого количества культурных деревьев, тут и лиственницы, и каштаны, и так далее, и липы. Объем работы еще очень серьезный. И максимально сейчас разговариваем с подрядчиками по сокращению сроков. Но тем не менее, надеемся, все графики выдержатся. Преображение дворов и территорий продолжится во всех районах города. В апреле этого года стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2022 году. Отдать свой голос можно до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру через голосуслуги или виджет «Мой выбор. Мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. Ольга Павлова, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.